Глубоко уважаемый президиум, уважаемые коллеги, добрый день. Позвольте представить вашему вниманию доклад на тему церебральной глиосаркомы, вопросы диагностики и прогностические факторы выживаемости. Напомню, что глиосаркома – это редкая опухоль центральной нервной системы. Гистологически она представлена двумя типами ткани. Это злокачественная глиальная ткань, глиобластома, и эмалигнизированная соединительная ткань. Как правило, это вертинообразно-клеточная саркома, реже фиброзная злокачественная гистеоцитома и гораздо реже другие варианты. Патоморфологическая диагностика глиосаркома достаточно сложная, тем более с учетом новой классификации становится еще сложнее и зачастую требует проведения многих химического исследования, которое подтверждает бикомпонентный состав опухоли. Положительная реакция на глиальный фабиллярный кислый белок позволяет подтвердить наличие глиального компонента, а положительная окраска на виментин и гладкомочечный актин позволяет подтвердить наличие саркоматозного компонента. В мировой литературе глиосаркомы разделяются на два потипа. Мингиомоподобные глиосаркомы — это опухоли, которые прилежат широким основаниям к твердой мозговой оболочке свода и основания черепа, имеют достаточно четкие границы с окружающими тканями, зачастую имеют однородную и плотно-эластическую консистенцию. И напротив, глиобластомоподобные глиосаркомы, которые располагаются в глубине полушарий большого мозга, имеют неоднородную структуру, рыхлую консистенцию и нечеткие границы с окружающими тканями. Клиническая картина глиосаркома преимущественно сходна с клинической картиной углебластом. Остановимся на наиболее важных отличиях. Это отмеченная многими авторами высокая частота речевых расстройств у пациентов с глиосаркомами и с мингиомоподобными глиосаркомами. В особенности это объясняется излюбленной их локализацией височных долях головного мозга. Высокая частота эписиндрома также объясняется частым поражением коры головного мозга. Ну и стоит отметить высокую частоту метастазирования глиосарком, что вообще редкость для злокачественных глиальных образований. В нашем исследовании, например, более пятой части пациентов имели многоочаговое поражение головного мозга. Результаты лечения по данным литературой остаются неудовлетворительными. Без проведения лечения 4 месяца продолжительности жизни пациентов, с проведением лечения 8-9 месяцев, и разброс средних показателей продолжительности жизни очень высокий в литературе, от 6 до практически 15 месяцев. Факторы, влияющие на прогноз, крайне противоречивые. Нет ни одного из этих факторов, который признавался бы всеми исследователями. Очень, еще раз повторюсь, противоречивые данные. В нашем исследовании 55 пациентов с гистологически феррицированным диагнозом глиосаркома. Средняя продолжительность жизни 10,8 месяца, медиана 9 месяцев, годовая выживаемость практически 35%, двухлетняя выживаемость 16%. По данным нашего исследования, факторами статистически достоверно влияющими на продолжительность жизни у наших пациентов являлись пол, возраст, объем резекции и проведение лучевой терапии. Тип глиосаркома и множественный характер поражения отчасти влияли. Сейчас я остановлюсь на этом подробнее. На данном слайде вы видите значение корреляционных связей между параметром S, это продолжительность жизни больных с глиосаркомами, и контролируемыми факторами. Пол, возраст, функциональный статус при поступлении. Мы видим, что достаточно большое статистически достоверное влияние оказывает пол пациента. Не останавливаясь на цифрах, могу сказать, что практически в два раза пациентки с глиосаркомами живут дольше, чем мужчины. То же самое касается и возраста. Он имеет отрицательную статистически достоверную корреляционную связь, то есть с увеличением возраста уменьшается продолжительность жизни пациентов. Далее мы исследовали влияние радикальности удаления глиосаркома на продолжительность жизни раздельно у мужчин и у женщин, получили статистически достоверные значения корреляционных связей. На данном слайде вы видите графическую интерпретацию этой связи по оси ординат, это время жизни в месяцах, продолжительность жизни в месяцах, а по оси абсцисс радикальность удаления от одного тотального удаления до четырех биопсия. Аналогичные данные и у женщин. Что касается типа глиосаркома, то в общей группе больных, как вы видите, статистически достоверных результатов отличий мы не получили, однако разделив их, пациентов, по гендерному признаку, мы выявили, что у мужчин имеется статистически достоверная корреляция между типами глиосаркомы, а у женщин, хоть и не достигая статистически достоверных пределов, но тем не менее тренд сохраняется, пациентки и пациенты с глиобластомоподобными глиосаркомами живут дольше, чем пациенты и пациентки с менингемоподобными. Проведение лучевой терапии статистически достоверно увеличивает продолжительность жизни наших пациентов. Многоочаговое поражение головного мозга при глиосаркомах хоть также и не является статистически достоверным негативным фактором, при этом вы видите, что различия в средней продолжительности жизни достаточно высокие, уровень значимости П приближается к статистически достоверному, так что думаю, что при увеличении выборки, возможно, этот показатель тоже будет играть. Таким образом, результаты комплексного лечения больных с глиосаркомами остаются удовлетворительными. Нужно выделять два типа глиосарком, которые отличаются своими клиническими, морфологическими, рентгенологическими и частично катамнистическими характеристиками. На прогноз достоверно оказывают влияние такие факторы, как пол, возраст, радикальность удаления, проведение адъюантной лучевой терапии. Ну и проведение химиотерапевтического лечения больных с глиосаркомами, по всей видимости, должно проводиться. Однако необходимо проведение дополнительных исследований с учетом молекулярно-генетических особенностей этих опухолей и с учетом существования двух типов глиосарком. Спасибо за внимание. Спасибо.